Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем способ по изменению вашей прошивки с ODEX на DADX. Что такое ODEX и DADX более подробно можете почитать по ссылке в описании под видео. А в двух словах я вам скажу, что это нужно для того, если вы хотите модифицировать и украсить свое устройство, изменить свою прошивку, то данная прошивка у вас должна быть сделана DADX. Для примера можно посмотреть, если у вас простые стоковая прошивка, такой рабочий стол вы можете поменять на такой, изменить иконки приложений, добавить необходимые пункты в меню, изменить также сами пункты меню, изменить звонилку, сообщения, много разных модификаций и возможностей появляется, если у вас прошивка DADX. Также уточнить более подробную информацию о своей прошивке и какие вы модификации можете сделать, можно на сайте 4PDA в разделе по своему устройству, в любое возьмем устройство, заходим, и здесь есть модификации и украшательства. Переходим и смотрим. Здесь много ссылок в шапке, в теме, есть также много измененных, модификаций и украшательств. Смотрите, читайте, ставьте, модифицируйте свое устройство и украшайте его по вашему желанию. Чтобы выполнить необходимую процедуру по дедексированию, нам нужно следующее. Во-первых, этот способ подходит только для Android устройств Dota 4.4 версии программного обеспечения. Как сделать дедексировать прошивку на устройствах с Android выше 4.4 я расскажу в одном из следующих видео. Обязательно смотрите его. Также нам необходимы три программы. Вот они у меня. Ссылка на скачивание будет в описании под видео. Также необходимо нам будет файл System.xt4. Его можно взять из вашей прошивки, из стоковой прошивки. Как извлечь данный файл из прошивки? Переходите по ссылочке под видео. Там все понятно. Можете посмотреть и выполнить данное действие. Если у вас все данные действия выполнены, программы скачаны, файл System есть, можно приступать к дедексации прошивки. Для начала распакуем и установим наш нужный программы. Потому что тут есть один нюанс, который нужно выполнить обязательно. Так, распаковываем Sony Smart Dodex, устанавливаем программу с установщика X2FSD и установим программу им диск инстайлер. После того, как вы распаковали, установили нужные программы, делаем следующее. заходим в папку Sony Smart Dodex Dodexer. Видим здесь еще одну папку с таким названием. Заходим в нее, помещаем в эту папку, где находятся файлы, то есть приложение X2 Explorer. и также помещаем сюда наш файл Sustem X4 из нашей прошивки взятой. Помещаем. Теперь данную папку нужно переместить в корень диска C. Перемещаем. Закрываем. В этой папке у нас будут вот такие необходимые две папки. программа Dodex, программа X2 Explorer и программа Sustem X4. После того, как вы это сделали, вам необходимо перезагрузить компьютер. После перезагрузки можно приступать. Открываем данную программу от имени администратора, запускаем и видим вот такое у нас рабочее окошко. Немного по меню программы, название программы, здесь то, какие она операции может производить, с помощью программ, которых мы дополнительно установили, будут произведены эти операции в меню. Цифра 1 это Dodex, можно делать по USB непосредственно с вашего телефона. Однако, на моем устройстве я пробовал не получается данный способ. Можете попробовать, там сложного нет ничего. Второй способ это изготовление zip-архива с дедексированными файлами из файла TFT самой прошивки. Также почему-то не получилось. Третий способ изготовления дедексированных файлов из файла X4. Данный способ мы как раз будем рассматривать. Он рабочий, проверенный, хорошо работает. Четвертый это дедексировать саму папку System. Это выход. Это опции для изготовления нашего архива. Здесь все стоит по умолчанию. Программа у нас открыто можно приступать к дедексированию наших файлов. Вводим цифру 3 нажимаем у нас появляется окошечко с выбором с проводником для выбора нашего файла. Открываем нашу программу здесь мы видим помещенный нами файл System.x4 выбираем этот файл нажимаем открыть. Программа обработает данный файл извлечет необходимые вот здесь написано 95 файлов и 228 в общем 323 файла будет переделаны из одекса в дедекс. Данная процедура займет около 10 возможно чуть больше меньше времени поэтому в этот момент не нужно никаких производить манипуляций с вашим компьютером а дождитесь спокойно пока программа уведомит вас об завершении данной действии. Мы вернемся когда программа закончит. Вот мы видим программа у нас закончила обработку файлов от x на dvdx вверху строчки мы видим количество файлов которые необходимы было 323 из них ddx подверглись 98 файлов эти были скопированы error 0 ошибок это значит хорошо все правильно у нас прошло дедексация правильная была сделана так же здесь можем посмотреть количество файлов которые были обработаны которые подвержились дедексации у нас был создан zip архив вот его название ddx c 2105 это номер моего устройства откуда взята прошивка здесь номера технологические и вот номер нашей прошивки для которой подходит данный дедекс для того чтобы посмотреть нужно перейти в папку с нашей программой установленной данную программу можем закрывать вот наша папка где у нас установленная наша программа ddx и дополнительные программы здесь мы видим zip архив с нашей дедексированной прошивкой чем даны способ дедексации прошивки хорош тем что во время установки дедекса на ваше устройство установщик просканирует ваше устройство на наличие одекс файлов и заменит только эти одекс файлы на необходимые дедекс файлы никакие другие файлы никакие другие приложения при данном способе не будет установлены также будет сделан полное удаление далвик кэша итак что нам необходимо для того чтобы установить дедекс на наше устройство во первых нам необходимо рабочее устройство на котором будет рут права также установлен cvm это recovery можно также другой рекавери установить смотрите в теме по своему устройству какой рекавери вам подходит если у вас есть уже рут установлены рекавери значит делаем следующие манипуляции наш архив с дедекс файлами прошивкой дедексированной помещаем на седе карту потом загружаемся в рекавери и в рекавери выбираем install zip далее выбираем close zip from сторожа с номером вашей карты там выбираем дедекс под нашим именем с номером прошивки с которой мы сделали и выбираем install deadex во время установки как я уже говорил ну необходимые файлы загрузятся на наше устройство будет почищен dalvik cache устройство перезагрузится и после загрузки у вас будет полностью дедексированная рабочая прошивка все ваши данные и приложения сохранятся ну на всякий пожарный я рекомендую вам всегда делать бэкап после дедексирования своей прошивки вы можете перейти в тему по своему аппарату в тему модификации украшения и выбрать себе нужные модификации украшения или можете перейти есть на сайте 4pda стол заказов для Xperia Sony смартфона где вы можете правильно оформив шаблон с постом выбрать себе то что вы хотите сделать подать заявку на редактирование на модификацию необходимых вам файлов и уже по личному вашему желанию по личной вашей просьбе мододелы которые находятся и работают в данной теме сделают выполнят ваш заказ с детексированной прошивкой у вас появляется очень много возможностей для модификации и украшательства вашего телефона вы можете сделать свое устройство по личному желанию индивидуальным и он будет отличаться от тысячи таких же самых подобных стоковых спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайк смотрите другие видео всего вам доброго до свидания до свидания